ну что добрейшего утра телекомпания tbn замечательная мы приветствуем вас мы вышли ваш эфир это такое счастье и у нас сегодня гость студии и все машите рукой да да добрейшего мы хотим преддверии последнего собрания последнего такого слова божьего в этом году которого услышите поговорить как как прошел год вообще у вас что нового произошло вот первых вы как семья вот вот семья рындич чем бы ты да вот вот давай ты вот зрители смотрят они любят вас там слушать проповеди а как вообще вот вы прожили этот год и и чего такого произошло ну хорошего вообще год был очень непростой я бы сказала насыщенный событиями 2019 год как негативными так и позитивнейшими ну негативными наверное нет смысл тогда фирма годом более все знают закончил но я хочу сказать большое но что несмотря на все мы в этом здании продолжаем и будем и я думаю что это просто рождественское чудо я второе воскресенье там в зале говорю об этом что это просто рождественское чудо то есть люди может думать само собой разумеется а я думаю это чудо конечно чудо чудное диво дивное и потому что господь если он поставил свою ногу да держит свою руку все церковь под его защитой врата да не одолеют церковь написано в библии ну да я вижу что даже вот ну при всем при том что происходит даже если мы что делал неправильно у бога есть милость и скидки ну и на все вопросы ответы до рождественские скидки в том числе ну потом для нашей семьи конечно ты имеешь ввиду для нас для нас вообще особенный год вообще особенный в том плане что мы первый раз пережили свадьбу в нашей семье первого ребенка своего замуж выдали старшую дочь поэтому вот распространили пределы появился у нас взять я помню как он появился да и ты говорила что ты будешь тещи ну как а я вот уже прошло время очень хорошие отношения ты имеешь ввиду классический как в анекдотах да нет у нас классно все у нас замечательный взять нам достался правда ну а вот вы их разбирательство ты чью сторону занимаешь а я смотрю и смеюсь над ними они пока у них в кино кино у них такой период сейчас вот такой мимимишный вот но так как они уже ожидают пополнения там то есть гормоны следом за тем что сделали за семью создали новую да 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 ты еще и бабочкой бабочку да перерождаешься до прекрасной бабочкой но так вот жизнь устроена что иногда вот сразу бывает они сразу иногда сразу вот но они ждут у нее конечно такой период сейчас непростой моей дочери вот но вообще все жизнь идет своим чередом главное что несмотря вот на все эти говорю суды там в которой мы два года практически до переживали ну скоро будет 2 все равно все классно все продолжается все идет и жизнь не заканчивается да вы в этот раз новый год исправляете не дома да мы не дома я такой себе пожелал подарок чтобы где-нибудь дед мороза дед мороз исполнен верну вообще да мы даже если оценивать церковь мы продолжаем расти да у нас насыщенные событиями не просто год и декабрь 7 человек у нас каяться каждое воскресенье то есть если это перемножить на 52 недели у нас 350 человек пока есть не просто услышали евангелие они покаялись потому что на неделе люди и каяться у нас огромное количество мероприятий а главное что мы сейчас готовим большую евангелизацию 7 января будет у нас большая евангелизация которую мы готовим месяц уже да то есть люди молятся за новых людей взяли каждый по трое выбрал себе да молятся проповедуют им верят что они придут господу соседи друзья родственники не спасенные нет это очень круто наш цель я считаю что мы подытоживый год посмотрим что может это все получится верим что все получится все таки это 7 число рождество в россии у нас слава богу два рождества онлайн все время разговариваем что в ночь с 24 но на седьмое мы празднуем практически так и есть до один праздник плавно перетекает в другой поэтому тбн верьте дальше господу люди кто смотрят продолжайте верить продолжайте участвовать во всем что происходит все в порядке со с нами со стороны как все у нас прекрасно да столько было насыщенных событий у нас декабре сказать что мы просто по вере украшали зал и после 1 декабря но все таки все состоялось все елки для детей все елки для взрослых концерт прекрасный в пятницу да было очень много неверующих людей потому что было акции до этого дата кто родился в этот день люди покупали библии с билетом на этот концерт дарили своим неверующим друзьям и людей очень много пришлось рождественской да и когда была лотерея так удивительно что именно они выиграли все подарки неверующие по моим прикидам не кто-то сказал не 40 ли человек анкетку оставили до примерным что они готовы прийти в церковь и сегодня 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 это очень круто вы знаете церковь она будет жить все равно но это господь не меняется вот сегодня явно на первом проповедовала служение и именно вот об этом что бог то не меняется как он был две тысячи лет назад творил чудеса так и сейчас творит чудесам поэтому просто верьте да и я вот кстати мы разговаривали об этом перед эфиром следующий год у нас у нас чудеса в церкви произошли по беременности у нас забеременели родили люди которые не никогда этого сделать не могли не получалось и люди просто да и вот на первом служении мы благословляли одного ребеночка мы всегда у нас традиционно вка в последние воскресенье месяцем благословляем детишек и принесли маленькую девочку родители у которых 18 лет не было детей и справка с печатью о бесплодии и вот люди сегодня просто представили нам свое божье чудо до следующем году я чувствую мы будем благословлять очень часто потому что люди забеременели такие у которых ну просто тут было жизненно необходимо библия говорит что не будет бесплодных и преждевременно рождающих значит так оно и будет поэтому передаем эстафету вам кто сейчас смотрит у вас какие-то там проблемы с зачатием все будет в господь вас благословит вот просто провозгласить этот год годом плодоношения плодородия и всего остального всей жизни вам прямо эстафету передаем чудес вам в этом году прекрасно да супер давайте мы в зал и встречаемся с онлайн молимся за нужды и следующий год но 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 Ноэ, Ноэ, в миру родился Иисуса Царей. Ноэ, 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 в миру родился Иисуса Царей. Ноэ, 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 в миру родился Иисуса Царей. Ноэ, Ноэ, в миру родился Иисус Царей. Иисус Царей, давай поднимем к Царю Царей свои руки. Будем простираться, будем величать Его. Будем хвалить Его, потому что Он достойный свой. Он есть Царь на этом месте. Аллилуйя! Аллилуйя! Он младенец Своим Царем. Он Спаситель. Аллилуйя! 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 Ах, я вижу, Бог, Без тебя я не могу. И нас на синий небесный мир, имя Твое, Господь. Поклонюсь к тебе, ты расслабишься, а и и и достойны славы всей, о, самый лучший, я в руке твоей. Мой Господь, ты мое дыхание, без себя я не могу. Мой Господь, надежда уповает мое, без себя я не могу. Превозносить небесное имя Твоё, Господь. Поклонюсь себе, ты достоин славы всей, о, самый лучший, я в руке твоей. Поклонюсь себе, ты достоин славы всей, о, самый лучший, я в руке твоей. Поклонюсь себе, ты достоин славы всей, о, самый лучший, я в руке твоей. Поклонюсь себе, ты достоин славы всей, о, самый лучший, я в руке твоей. На моих устах, вала тебе, Господь святой, Господь святой, Аллюля. На моих устах, вала тебе, Господь святой, Господь святой, Господь святой, на моих устах, вала тебе, Господь святой, Господь святой. Поклонюсь себе, ты достоин славы всей, о, самый лучший, я в руке твоей. Поклонюсь себе, ты достоин славы всей, о, самый лучший, я в руке твоей. Поклонюсь себе, ты достоин славы всей, о, самый лучший, я в руке твоей. Поклонюсь себе, ты достоин славы всей, о, самый лучший, я в руке твоей. Господь, мы любим тебя, и сегодня в это воскресное богослужение мы говорим тебе, Господь, мы любим тебя, мы благодарим тебя за все. Мы воздаем тебе честь и хвалу и всю славу, да будешь ты прославлен во все дни до скончания века. Аминь, аминь. Я посетил второе собрание библейского центра посольства Иисуса. Пожалуйста, присаживайтесь в любви и с Рождеством вас, с Рождеством, дорогие. Друзья, у нас чудесное время, спасибо, Алексей, спасибо. Прошли такие удивительные праздники, большое количество было мероприятий, какой был замечательный концерт. Было большое количество неверующих людей, и это большая честь, что люди перешагнули порог евангельской церкви для того, чтобы послушать музыку рождественскую. Вы знаете, народ сейчас все больше и больше начинает осознавать, что Рождество – это не просто антураж, а все-таки Рождество – это день рождения Христа. Ну, как раз сегодня об этом поговорим. Друзья, я хочу сразу обратиться к тем людям, если кто-то сегодня принес детей на благословение. Есть ли дети, кого нужно благословить? Потому что последние воскресенья месяца мы всегда благословляем детей. Никого нет. Ну, хотел сказать, ну хорошо, но на первом богослужении были, и причем было свидетельство очень сильное, если будет в записи, посмотрите, там люди не могли иметь детей 18 лет. 18 лет. И вот благословляли ребенка на первом собрании. Ну что, друзья, давайте перейдем тогда к слову. Слово о Рождестве, и для нас это еще важное собрание тем, что это последнее собрание в 2019 году. И мы с вами переходим в 2020. Это Новый год 2020. Мы назвали его словом «Рема». Слово «Рема» – это слово, которое производит плод, называется «ясная картина» или «ясное видение», и так и так можно, но «ясное видение». То есть акцент даже больше на «ясное». То есть, друзья мои, у нас в 2020 году придет «ясность». И я молюсь о том, чтобы пришла к каждому из нас «ясность». Но об этом будет отдельная целая проповедь. Но я просто хочу с самого начала дать этот посыл «ясности». Большинство конфликтов в семьях, большинство конфликтов в церквях, конфликтов между странами из-за того, что неясные границы, неясные взаимоотношения. На работе проблемы, потому что люди не знают свой функционал, неясность. Вот просто кругом одна сплошная неясность. Но когда все ясно, я не говорю, что конфликтов не будет, потому что никто не забирал грех, я имею в виду, как человек, никто человек человеческий грех не забирал, только Христос забрал грех людей. Но люди по своей природе грешники, поэтому они могут предъявлять границы, они могут менять правила игры по ходу игры, и это очень плохо. Но в любом случае конфликтов меньше, когда есть четкая функционал, четкая ясность наших границ, наших пониманий. Но это будет в 2020-м. Поэтому благословляю вас на 2020-й, молюсь, и мы поговорим о Рождестве. Господь, благослови 2020-й год. Я молюсь, Господь, эту новогоднюю ночь, чтобы были, Господь, все благословенные, чтобы никто не потерялся, Господь, чтобы никто, Господь мой, не впал в грех, не отступил от Господа. А 2020-й год стал годом ясности, понимания, Господь мой, ясного видения, Господь, чтобы везде пришла ясность во всем, и слово от Господа освободило каждого человека от тумана в жизни, в голове, в сознании. И, Господь мой, дай Твою ясность во всем, и тогда придет благословение. И я молюсь и провозглашаю это. Аминь. Слава Царю. Давайте воздадим славу Господу. И мое слово сегодня, оно будет интересным, важным, но достаточно простым. Оно называется «Послание Рождества». Послание Рождества. О чем Рождество? С чем его едят? Большинство людей говорят, ну мы знаем вроде Рождество, слушайте. Но вот если посмотреть на все население, то большинство людей как раз не знают, о чем Рождество. Итак, Рождество, друзья мои, на самом деле описано всего в двух Евангелиях. Из четырех в двух Евангелиях. В Евангелии от Луки и в Евангелии от Матфея. И только в первых пару глав говорят о Рождестве. С другой стороны, Рождество, вернее, так как Евангелие говорит только всего в нескольких главах, то кажется, что такое акцент на Рождестве? Ну, я думаю, что люди как-то с годами приобрели этот зимний антураж, приобрели это понимание елки, вот этого тепла домашнего, камина, подарков. И вот Рождество стало таким большим событием. На самом деле, если Рождество взять из Библии, забрать, то мы потеряем всего несколько глав в Библии, и смысл не изменится. Вот если Пасху потерять из Библии, вот если забрать воскресение Христа, вот тогда изменится весь смысл христианства. Поэтому я бы, например, сам лично, ну, даже я сейчас, может, мои слова так могут трактоваться, что как-то принижаю значение Рождества, но если сравнивать с сутью христианства, то точно Пасха должна быть празднована намного лучше, чем Рождество. Я бы, если честно, поменял бы их вообще местами. Лучше бы вот Пасху праздновали так вот долго, вот так вот со взрывами петард, и там с шампанским, я не знаю. Но вот именно должна быть Пасха такова, потому что там подлинная победа. Рождество – это лишь прелюдия к победе под названием воскресение из мертвых. С другой стороны, понятно, что если бы Христос не родился, тогда бы и не было, наверное, его служения, очевидно, и тогда бы не было смерти и воскресения, и тогда бы мы остались в наших грехах. Но вот почему-то мы все-таки делаем такой акцент на Рождестве. Почему? Да я думаю, и вообще многие историки сходятся к тому, что акцент на Рождестве, потому что, ну, младенец родился, ребеночек – это всегда что-то такое теплое и приятное. А самое главное, там большую роль играет мама. Вот мама – это всегда тепло, это всегда такое, знаете, это образ Марии. По этой причине у нас всегда в христианстве, вернее, не всегда, появилось с ранних времен, появился образ Марии на иконах, которые держат маленького младенца. И вот таким образом, каким-то образом христианство запуталось в понятии мамы. Хотя мама сыграла большую роль. Ей даже титул дали – Богородица. Но если брать именно Евангелие, то вы никогда не увидите этого атрибута – Богородица. То есть Мария не родила Бога. Бог был всегда во все времена. Он никогда не рождался. Он был от начала до конца. Она родила Иисуса, Мессию, предсказанного пророками. И вот по пророчеству он должен был родиться в каком-то определенном месте, в определенных условиях. И об этом и рассказывают первые главы Евангелия. Вот эти условия, чтобы показать, что пророчества реально сбылись. Давайте откроем Евангелие от Луки, вторую главу. И Библия говорит. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назаретова, Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем. Потому что он был из дома и рода Давидова записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила своего первенства, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господне осеяла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, и освещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И дальше идет текст, мы потом по ходу прочитаем. Но удивительно, что в Евангелии от Матфея рассказана предыстория. Вот удивительно, что есть два Евангелия, и они показывают, как будто бы одну монету, но с разных сторон. Вот разные картинки. И здесь мы читаем о том, что началась перепись населения. И вот с этого момента все начинается. Вот они идут, Мария уже беременная. Но в Евангелии от Матфея просто нет времени все читать. Там говорится о том, что сначала ангел пришел к Марии, Господь избрал некую еврейскую девушку по имени Мария. Избрал ее для того, чтобы ее тело, ее чрево стало инкубатором для рождения Спасителя. Впервые в истории человечества родился человек, который должен был родиться без семени мужчины. Вообще это парадокс. Вот только вдумайтесь, что парадокс заключается в том, что люди никогда не рождаются без семени мужчины. И вот рождается человек без семени. Сам Дух Святой должен был прийти к ней. И Мария встречает ангела. Знаете, есть известные иконы, особенно сейчас на Западе популярные. В России почему-то меньше, а вот на Западе как-то их больше этих картин. Благовещение. Вот где приходит ангел и говорит, Мария, ты примешь в очреве и зачнешь, и родится Спаситель. И она говорит простые слова. Как это будет, если я мужа не знаю? У нее нормальный вопрос. Я не знаю мужа. Я девственница другими словами. Как это все будет? И вот сегодня атеисты как раз цепляются за этот момент и говорят, ну, вот поэтому Рождество и вообще христианство является глупостью, потому что не рождаются люди без мужчины. Я говорю, так вот в том-то и дело, что это и было чудо. Ведь если посмотреть, мы с вами прочитали вторую главу Евангелия от Луки, тут сплошные чудеса, сплошные парадоксы. Просто мы читаем, когда текст, мы не замечаем, а эти парадоксы на каждом шагу. И вот о них немного так и поговорим. И вот она говорит, я мужа не знаю, но будет мне по слову твоему. Она в то время уже была обручена с человеком по имени Иосиф. Иосиф был значительно старше ее. И слово обручена, это реалия, которая сегодня в мире не встречается. Ну, в нашем мире, только в восточных где-то народах. В современном мире не встречается. Обручена это, когда уже априори родители договорились о женитьбе своих детей. Либо уже взрослый мужчина, ну, может, уже без родителей, сам договаривался с семьей девушки и говорил, я хочу вашу дочь взять в жены. Соответственно, это обручена. То есть априори они уже муж и жена. Но когда они сочетаются, вот тогда они уже могут вступать в половую связь. До этого это невозможно. Хотя они уже, можно сказать, официально муж и жена. И вот представьте, она оказывается беременной. И мы читаем первую строчку. Первые строчки буквально только что прочитали. Пошли в город Давидов записываться каждый, кто откуда. И написано, она уже была беременна. Вот просто такая фраза в Евангелии от Луки. Ну, вот пошли записываться, она беременна. Подождите, но перед этим стоит трагедия целая. То есть, почему она стала беременна? От кого стала беременна? И почему муж ее принял? И вот написано, Иосиф, просто нет времени читать все. Евангелие от Матфея написано. «Иосиф узнал, что она беременна, хотел тайно отпустить ее, будучи человеком праведным». Вот такая фраза стоит. То есть, он был праведный, то есть, его позиция перед Богом была правильная. Потому что по закону Израиля он должен был рассказать о том, что его невеста беременна, и ее должны были побить камнями. Но он проявил милость такую, как у Бога, и говорит, слушай, ты там как-то разберись со своей беременностью, но, видимо, у нас уже ничего не будет. Давай, уедь в другой город. Вот просто давай не будем разглашать эту историю, чтобы ты просто выжила. Но Мария говорит ему, я беременная от Духа Святого. Вот только вдумайтесь. Вы думаете, она первая была беременна от Духа Святого? Ой, Боже мой, до сегодняшнего дня все беременны почти все от Духа Святого. Как только начинают общаться с мужем, что-то не так пошло. Но, слушай, у меня жуткий клинический случай. Вот помнишь, читал Библию? Мария была беременна. Вот у меня так же. Сегодня люди находят какие-то аргументы, и в те времена тоже это было. Как-то объяснить свою беременность только не тем способом, каким она по-настоящему появилась. Поэтому, очевидно, Мария, наверное, была не первая в истории Иосифа, который слышал такие истории в предыдущие времена у пророков. Тем более, в те времена люди были менее атеистичные и менее светские. Они были религиозные. И чудеса бывали достаточно часто. И поэтому, ну, я думаю, что многие девушки претендовали, если вдруг забеременела как-то кривым способом. И муж говорит, слушай, все нормально. Пророк предсказал, что у меня будет вот так от Духа Святого. Перо прилетело с неба, и чик, и я вот беременна. Ты скажешь, пастор, что ты надумал? Почитайте просто сказки и истории народов мира, вы удивитесь. Я был в удивлении огромном, когда читал историю народов майя и ацтеков. Да там каждая третья была беременная каким-то образом. То орел пролетел над ней, то она искупалась какой-то не той реке и забеременела, то еще чего-то. Иосиф, он был не лопух. Поэтому Иосиф говорит, слушай, я слышал эти истории. Мария, давай, гуляй, живи своей жизнью, ну и все. Вы знаете, человек должен поверить в какую-то информацию только тогда, когда у него есть внутренние свидетельства. Вот почему вы сегодня здесь сидите в этом зале и слушаете проповедь? Ведь по большому счету, если вы выйдете на улицу и сегодня спросите людей, зачем надо ходить в эту церковь, вот вообще сюда, вам из десяти человек девять точно скажут, что сюда ходить не надо. Здесь обманывают людей, это ложь, это вообще никакой пользы. Но ты здесь. И ты здесь по той причине, потому что ты где-то внутри поверил. Ты сказал, слушай, для меня это важно, иметь отношение с Богом. Большинство людей не верят. И вот это была теперь трагедия и жизнь Иосифа. Ему нужно было посмотреть на эту девушку израильскую и поверить, первый вариант, что она была избрана до создания мира для того, чтобы получить от Духа Святого свое чрево. То есть, либо она женщина номер один на всем земном шаре, либо это просто профанация. И для него это был конфликт внутренний. И он говорит, Мария, слушай, я не пойму, я правда не разберусь. Ну, правда, по-честному, не понимаю. Ну, иди ты с миром. И потом Библия говорит, ему снится сон. И во сне приходит к нему ангел и говорит, Иосиф, прими Марию, жену твою. И вот тут другой момент. Иосиф проснулся от сна своего и принял Марию, решил с ней сочетаться. Вот только вдумайтесь, какой герой веры. Мало ли что во сне могло присниться. Ну, подумай, ну, котлет объелся, шашлыка обожрался, ну, всякое бывает, там такое бывает присниться. И он проснулся и говорит, так, ангел во сне не часто мне приходил. Видимо, так оно и есть. И он принимает ее. Они сочетались. И вот у них была свадьба. Никто не знает, а она беременна уже к этому моменту. Это, знаете, такой тонкий момент. И когда проблема, знаете, в чем всегда, когда мы читаем истории о Рождестве, и привыкшие к этому тексту, и к этим историям, ко всем. То, что мы теряем суть послания. Мы теряем вот эти акценты в ту трагичность, в которой люди жили в то время. И каким сложным способом пришел Спаситель на эту землю. Это все было непросто. И в Евангелии от Луки первая глава рассказывает вообще параллельную историю. Вообще удивительная параллельная история. Еще одна. Некий человек по имени Захария, он является первосвященником, пожилой человек, и у него нет детей. Он приходит по своему обыкновению служить в храм, первосвященник. Он служит, ну, на Западе сказали бы, мессу, там богослужение. И он служит Господу. Должны были там быть кадилы всевозможные. Вот сегодня служение в православном храме – это прообраз древнего еврейского храма. Мы с вами сегодня не живем по литургии. Почему? Потому что мы с вами верим как раз в христианское раннее послание, когда не было литургии. Литургии пришли позднее. Но в израильском храме это было. И он служил свое дело перед Господом. И в этот момент он увидел ангела, прямо стоящего вот в комнате, где он был. И ангел сказал ему, твоя жена зачнет ребенка, ты назовешь его Иоанн. И этот парень, он смутился настолько, потому что, ну, представьте, всю жизнь жил, ангелов никогда не видел. Вот чем мне и нравится Библия, что чудеса в Библии описаны каждый раз в какой-то шокирующей атмосфере. Вот в этом-то и проблема, что когда мне, я общаюсь с атеистами, и мне атеисты говорят там часто, да, там одни сказки и так далее. Я говорю, стойте, одну минутку. Когда сказки русские народные или какие-то там немецкие народные, там никто чудесам никогда не удивляется. Иван-дурак едет по деревне на печи, и все смеются, как будто печь всегда ездит. Щука с ним заговорил человеческим голосом, ну и что, подумаешь, заговорил со мной, вчера карась говорил, особенно после трех бутылок водки. Там не только карась заговорит с тобой, кто хочешь. Никаких чудес, все нормально. Понимаешь, а вот когда мы читаем Библию, каждый раз происходит чудо, и люди в шоке. Вот он служит там в храме, раз ангел пришел, и не написано, что, оп, здорово, ангел, как дела, ты вчера приходил ко мне. Нет, он говорит, что это, он испугался. И ангел говорит, зачнет, твоя жена. Он говорит, у нее детей нет, она была бесплодная. Кстати, удивительно, что в те времена тоже, оказывается, была проблема долгого бесплодия. И он говорит, как, такого быть не может. И Господь ему говорит, за то, что ты не поверил. Вот услышите, за то, что ты не поверил. То есть, значит, и в то времена люди не верили. Значит, не верили даже первосвященники. Первосвященник стоит, ангел говорит, привет, я не верю, что-то глюк какой-то. Уйди, уйди, не вижу, не верю. Ангел говорит, молчать будешь. Он молчит. Первая глава Луки. Выходит из своего служения, говорить не может. Ему люди говорят, что случилось? Говорить не может. И он понимает, точно встретил что-то сверхъестественное. Точно. Через некоторое время жена зачала. Представьте, что для Захарии. Захарий понимает, он столкнулся с духовной реальностью. Нам с вами всегда нужно сталкиваться с духовной реальностью. Господь тот же. Он хочет менять реалии жизни так, чтобы сверхъестественное стало естественным для нас. Вот почему мы с вами в церкви? Потому что мы видим проявление Господа в нашей жизни. Мы видим его свидетельство. Вот это первая семья, которая на первом собрании, простите, была семья. И сказал, что 18 лет не было детей. Врачи дали справку. Все, справку показывает. То, что нет детей. Бесплодие официальное. Бах! Через 18 лет есть. Что это? Чудо молитвы. Вы здесь со мной, дорогие? И вот там то же самое. Бах! Чудо молитвы. И родственники говорят, как назовем там ребенка? И она говорит, не знаю. И муж пишет. Иоанн. Говорят, в родстве даже нет никого Иоанна. Он говорит, я не могу другими словами ничего другого сделать, как мне сказал Бог. Он сказал, назови Иоанн. И они назвали Иоанн. Она еще беременная, его жена Елизавета. Беременная, радостная. А к ней приходит ее двоюродная сестра, Мария, в гости. Написано, на три месяца. Вот люди гостили тогда, по три месяца. Тут гости приедут два дня, уже все. Сначала рад, что приехали, потом рад, что уехали. А они на три месяца приезжают. И она у нее гостит, радуется Мария. И в первый момент, когда еще, простите, я не успел это сказать, когда они только встретились с Елизаветой, вдруг у Елизаветы, джук, младенец взыграл. Библия говорит, что такое взыграл? Это, знаешь, мама почувствовала. Не просто там что-то с одного бок на другой, а он там прославил кого-то. Хоп, пальцы с двух сторон. Она, опа. И говорит, Мария, ты беременная? Так говорит, угу. И представьте, что у Елизаветы. Две сестры двоюродные встречаются. Одна говорит, Мария, ты же не замужем даже. Она, вот так. Это же интересный сюжет. Вы только подумайте. Елизавета говорит, Елизавета ей сразу говорит, у тебя Господь внутри. Откуда она знала, что Господь? И говорит, мой младенец родился по таким вот обстоятельствам сложным, когда ангел пришел к моему мужу. Я бесплодные столько лет сказал, ангел, как назовут моего младенца, и он прославил твоего младенца. Слушайте, интересно, это наши младенцы, они не просто родственники, они еще признают друг друга еще в очреве. Иоанн прославил, в будущем это станет Иоанн Креститель. Вы помните эту историю? В будущем было так. А теперь возвращаемся к сюжету, к обратному, который мы уже прочитали. Чик, перепись населения. Что мы уже прочитали в самом начале? Вот теперь к Рождеству. Какое долгое вступление. И вот мы пришли к Рождеству. И Рождество наступает. Мария на последних месяцах, она едет в город Вифлеем. Только по одной причине, потому что от императора вышло указание. Все люди из своего родства, в каком городе они родились, либо откуда их предки, они должны вернуться в этот город и записаться там. Вот только вдумайтесь тоже. Слушай, какая глупость. Классно, что мы живем в другие времена. Что нам, вот мне надо было записываться, куда-то ехать там, в Новокузнецк. Это же вообще. Я случайно там родился. А там запутаешься. А родство откуда? А оно с нижней Новгорода. А что ты в Новокузнецке делал? Родители поехали зарабатывать деньги. А что они там родили? Да я откуда знаю, спросите их. Да они уже мертвы. Это же караул. Представьте. И вот им тоже сказали, езжайте в то место, откуда ваши предки. И они поехали. Они приехали там на это масле, я не знаю, кто-то шел пешком. Слава Богу, что Израиль не Россия. Если бы он был Россией, то было бы вообще катастрофа. Просто Израиль маленький. Они приехали в город Вифлеем. И когда только приехали записываться, Вифлеем это был город Давида, царя. И по пророчеству, по старому пророчеству, спаситель должен был прийти из колена Давидова и из Вифлеема. Вы здесь со мной. Многие люди читают из нас, многие из нас читают две родословные. Родословные в Евангелии от Луки и в Евангелии от Матфея. И очевидно видят, что эти родословные не сходятся. И люди часто говорят, подожди, царя Давида одинаково идет, а царя Давида те же, те же имена, потом они расходятся. И почему-то приходят к понятию Иосифа две родословные. Слушайте, в Израиле считали родословные еще и по маме было очень важно. Поэтому Иосиф это был отец Марии по одной из родословных. По одной это был Иосиф муж Марии, с другой Иосиф отец Марии. Дело в том, что слово имя Иосиф, как сегодня Иван, очень распространенное имя в Израиле. И вот таким образом приходят две родословные, чтобы показать, что обе линии идут от царя Давида. Мария не упоминалась, потому что родословно не упоминали женщин. Но женщина играла большую роль. И вот таким образом, вот такая чудесная господня коллизия, которая в конце концов оказывается его славой. Сколько бы люди ни ругались, ни пытались найти противоречия в Библии, в конечном итоге все противоречия оказываются пророчеством. Это удивительно. Чем заканчивается история, вернее не заканчивается, а вот эта как раз история заканчивается и начинается. Что они приезжают в Вифлеем, не находят там места, потому что много людей съехалось в этот город в это время. Все приехали записываться, а городок небольшой. И для спасителя мира не нашлось места в гостинице. Мы только что с вами прочитали. Таким образом, кто-то их приютил к себе в сарае, в амбаре. И Библия говорит, что Мария родила. Вот она родила. Иосиф там, очевидно, был один. Каким-то образом родили. Куда положить младенца? Положили его в ясли. Это слово ясли, оно у нас сегодня в нашем сознании вызывает много противоречий. Потому что как раз-то в русском языке ясли подразумевается место, куда кладут детей. Но так стали называть из-за Рождества. Потому что ясли это кормушка для скота. То есть в оригинале должно было лежать ни слово ясли, которое в конфуз нас всех вводит. И кажется, ну нормальное место. Я вон ясли постоянно покупаю для своих детей. Хорошие, ухоженные. Нет-нет. Это было место не предназначено для рождения детей. И вот эта кормушка, из которой только что поели овцы, коровы, еще кто-то. И вот туда, в эту кормушку, они убрали эту еду, спеленали каким-то образом и положили младенца. И дальше по тексту мы видим, что пастухи, увидев ангела, он им сказал, пойдите в Вифлеем, и вам будет, что написано, свидетельство. Какое свидетельство? Он говорит, свидетельство будет заключаться в том, что вы найдете младенца, лежащего в кормушке. Потому что это ненормально. Никто в кормушку не кладет детей. И он говорит, это будет свидетельством, и вы поймете, что он спаситель. И Библия говорит, что пастухи пошли. Они пошли в Вифлеем. И смотрите, слова удивительные. Написано, они пошли, искали и нашли. 16 стих. Поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Вдумайтесь только. Они должны были искать, эти пастухи. Они не пришли просто веселясь по городу, они пришли в Вифлеем посмотреть. Наверное, там будет сейчас веселье. Спаситель родился. Наверное, Вифлеем сегодня танцует. Костры жгут, народ ходит там кругами, приходит. Тишина, никого нет. Все спокойно занимаются своими делами. Кушают, ложатся спать. Вечер наступает. И они, пастухи, говорят. Подождите, мы же на небе видели такое явление. Мы видели сначала ангела, который пришел и сказал, пойдите в Вифлеем и найдете там младенца, лежащего в яслях, и это будет спаситель миру. Потом мы увидели воинство небесное. Вот такое слово, воинство небесное. Там даже не написано, что это ангелы, хотя на картинках рисуют ангелов. Воинство. Что там, я не знаю. Там, может, действительно какие-то воины. Может, какие-то... И они поют песню. Это мощь. Представьте. Поют песню. Слава Богу, в вышних на земле мир и в человеках благоволение. Вот три идеи поют. Сегодня мы с вами слушаем эти слова. Для нас тоже, братья и сестры, проблема нас, сегодняшних людей 21 века, что мы мозгами 21 века пытаемся прочитать Евангелие, которое написано было в первом веке. Наша проблема, что мы наши реалии перетягиваем на те времена. И получаются, ну, такие странности, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Странности, потому что даже язык непонятен. И ты думаешь, ну, была бы песня. Вышло бы сегодня воинство. Солдат, представьте, поют. Слава Богу, вышних на земле мир, в человеках благоволение. Че? О чем? Но для них было все ясно. Потому что большая часть этих фраз была из пророков. Эти фразы они читали каждую субботу в синагоге. И мысль опять подчеркивалась вот в этом Рождестве, когда воинство поет, говорит, слава да будет только одному Богу. И он самый вышний. Выше его уже нет никому, никого. Другими словами, люди, поднимите глаза выше всего, что вас на земле окружает и что вас пугает. Выше страхов, выше вот этих страшителей, выше всевозможных там каких-то людей, кому вы задаете славу, от кого зависит ваша жизнь. От начальников, от царей, от президентов, еще от кого-то. Он говорит, есть кто-то выше. И ему вся слава. Слава Богу, вышних. То есть ему одному слава. Ни каким-то изображением, ни священникам, ни пастрам, ни кому-то слава. Слава одному ему. Он творец. Вот если бы сегодня люди понимали это послание, сегодня атеистов бестолковых было бы намного меньше. Потому что вот как каждый раз, когда я общаюсь с людьми неверующими, я всегда удивляюсь, какие банальные аргументы они приводят всегда. А ну так, что, за шесть дней земля была создана, как ты что сам веришь? За шесть дней. И миллионы лет. Я говорю, слушай, вот ты когда не читаешь Писание, ты все трактуешь своими земными надменными мозгами. Потому что только земля и солнце были созданы на третий день. А где два-то дня были. А солнце определяло как раз. Дни сегодня 24 часа. Ну так ведь солнце определяет. Или нет? Солнце. Почему два дня описано? В Библии говорится, у Бога один день, как тысяча лет. И тысяча лет, как один день. И мы никак опять не поймем. Начинаем придумывать всякие теории эволюции. Как кто-то из кого-то произошел. Из осьминога человек. Ты говоришь, слушай, ты неужели вот у тебя мозгов не хватает увидеть, что от змеи ну никак не может появиться человек. От осьминога ну никак не может быть верблюд. Как бы ни старалась эволюция. Неужели у тебя мозгов не хватает? Поэтому слава Богу Вышних. Он создал. Как? Я не знаю. Сколько заняло это тысячелетий. Сколько это заняло возможностей. Я не знаю. Но я знаю, что ему слава Вышних. Вторая фраза. Я пришел, чтобы на земле был мир. Мир. Это послание Бога. Люди всегда враждуют. Люди всегда убивают друг друга. На земле да будет мир. И потом третья фраза. В человеках благоволение. Это значит, поймите, люди, Бог вас любит. Благоволение Божие в людях. Он говорит, я вас создал ради моей любви. Я не создал вас для того, чтобы вы убивали друг друга и враждовали друг с другом. Чтобы у вас был мир, и я вас люблю. И все для этого делаю. И пастухи это все поняли. Они прибежали. Алексей, можно чуть потише. Они прибежали, эти пастухи, к этому младенцу. И вдруг увидели парадокс. Они думали, что сейчас будет какая-то великая слава. А там просто в яслях младенец. Они смотрят. Ух ты, мама. Как же это все будет. Вот. Вот это и проблема наша. Что мы все пытаемся своими мозгами охватить. И никак не можем. А там коллизии такие духовные. Младенец. И пастухам хватило мозгов не сказать. А, да ладно, что там. Чушь какая-то. Пришли в хлев. Тут овцы блеют. Тут какой-то, какие-то сидят нищеброды. Пришли, не пойми откуда. Даже в гостинице не могли место себе найти. И тут ребенок лежит. Что? Да он даже страшненький. Посмотри. Толстый. И вы знаете, что удивительно? Бог всегда делает такие коллизии жизненные. Это как будто бы его почерк. Чук. Но пастухи говорят. Пророчество было. Мы видели. Мы видели ангелов. Мы все это понимали и видели. И Библия говорит. Смотрите, что дальше. Написано. Интересно. 17 стих. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Мария слушала. И ей самой нужна была вера. Поймите, что каждый раз человеку нужна опять вера. Ему нужно снова поднимать свою убежденность, что она призвана. И Мария. Может быть, она за это время потеряла веру где-то. Может быть, стала сомневаться. И потом стала думать. Да вроде как-то. Может, мы с Иосифом как-то успели зачать. Может, как-то вот произошло. Может, мне тогда тоже что-то непонятно было. И потом, хоп, пастухи приходят. И пастухи даже говорят ради Марии. Говорят, слушай, мы ангелов видели. И она, точно, точно, точно. Точно все было вот так. Точно. Прошло еще какое-то время. Библия говорит, что где-то далеко в Персии, в далекой земле, были волхвы. Я не знаю, сколько этих волхвов было, но волхвы – это язычники. Чтобы вы понимали, это люди, которые ничего не имеют общего с законом Моисея. Это люди, не знающие законов Израиля. Они живут вообще по языческим принципам. И они были мудрецы того времени, то есть изучали мудрость. Они учили, изучали философию, математику. И большим для них фокусом изучения была астрология. То есть они изучали как-то по звездам. Они звездам придавали духовное значение. Библия осуждает астрологию. Мы с вами ничего общего не имеем с астрологией. Мы должны любить Слово Божие, а не звезды. Но что интересно, что Бог даже использовал их знания таким образом, чтобы показать любовь Божию не только к издобурному народу Израиля, но и ко всем язычникам. Мы с вами язычники. Мы с вами не народ Израиля. Мы живем здесь на севере, в холодных местах. И наши предки жили здесь. И в то время жили здесь. И вот представьте, и вдруг язычником раз является звезда с неба. А они верили звездам. Каким-то образом приходит тоже пророчество. Идите в Израиль, вот за этой звездой. Что это была за звезда, я не знаю. Но даже астрономы, где-то я читал информацию, не могу доказывать точно и утверждать, но что в то время почему-то была комета, какая-то известная комета. И люди шли за этой звездой. Каким-то образом? Они шли. Эта звезда их привела в Израиль. Первым делом они пришли к царю, к Ироду, извращенцу, человеку, который ненавидел все окружение, какое только у него было, и готов был сражаться за свой трон. Для него самое главное было слава ему. Но пастухи только что спели. Слава будет кому? Другому. А он хотел, чтобы была вся слава ему. И они приходят, эти наивные мудрецы с Востока, и говорят, о, царь Ирод, да, приветствуем тебя. А где младенец родился здесь? А тот уже слышал, что-то ходят какие-то слухи. Он говорит, а что за младенец? Слушай, младенец? Сказали родиться спаситель мира. Царь Израилев. Тот только услышал слово царь Израилев, почувствовал, что трон его зашатался. И он говорит, так, сходите, узнайте, кто там, потом сообщите мне. Извращенец говорит язычникам. Язычники находят младенца. Сколько времени прошло? Тоже Библия не говорит. Кто-то говорит, что это было еще в хлеву, кто-то, возможно, что они уже были дома. Но не факт. Факт, что они принесли золото, ладан и смирно. Это самые дорогие ценности того времени. И эти мудрецы, как прообраз всего языческого мира, поклонились младенцу. И еще раз было подтверждение того, что Иисус, лежащий в яслях, это тот, о ком предсказывали пророки, и кто должен был взять весь грех мира на себя. Вот такая была история. История Рождества. И Библия говорит, что младенец возрастал, укреплялся духом, и через некоторое время, мы знаем, что уже в 33-м году в своей жизни, он должен был отдать себя за наши грехи. Вот такая история Рождества была непростая, еще очернялась тем, долго ты меня будешь фотографировать? Так, я устаю от фотографов. Все нормально? Ну все. Все. А то я же отвлекаюсь меня фотографировать. И вот, друзья мои, очернялась тем, что волхвы ушли, Ирод решил убить всех младенцев до двух лет в Вифлееме. Убить всех. И вот таким образом рождение Христа не было простым действием. За него была заплачена даже цена жизнями других детей. И дьявол всегда противился Рождеству. Во все времена. Рождеству и вообще всем евангельским понятиям. И сегодня, вот прошло 2000 лет, Рождество пытается выживать каким-то образом среди языческого мира, который, к сожалению, пропустил свои корни даже в бывших христианских землях. И вот я последний раз был в Европе, и я обратил внимание на такой факт, что... Я не знаю, как это объяснить, но вот представляете, когда люди ненавидят вообще христианство как таковой, причем это реально целое движение. Движение, я уже несколько раз вам говорил, гад-хейтеры, это называется богоненавистники. И они как будто захватывают позиции. И они уже даже прошли в правительство некоторых стран, где законом в некоторых городах и в некоторых землях, не могу точно сказать, где и как, это нужно смотреть тоже через интернет, но я сталкивался с этим, когда люди даже тебе говорили, не говорили людям счастливого Рождества, тебя могут засудить, можешь представить. И люди стали рисовать, знаете, это Иксмос, не Крисмос, а Иксмос, то есть знак такой, что это вообще не Христос, это просто рождественских вам праздников. И я стоял на кассе в Америке однажды, в Сан-Франциско, стоял и что-то расплачивался, и сидела продавщица, и я ей говорю, Merry Christmas, счастливого Рождества. И она сидела злющая такая, и она сидит и говорит, никакого счастливого Рождества. Я думаю, она же возмутилась как. Вы обижаете меня, я неверующий человек, такие как вы позорят мир, не было никого Христа, и она завелась ее. А рядом другая сидела, и она мне такая сзади, Merry Christmas, Merry Christmas. То есть она так обрадовалась, что кто-то еще радуется Рождеству, что Рождество это наш праздник. Поэтому, братья и сестры, мы должны, несмотря ни на что, как там Ирод себя ведет, как он пытается убить младенцев всех и уничтожить на корню христианство, мы должны стоять. Нет, Рождество это наше. Наш Спаситель родился, и потом в Пасху мы отпразднуем все остальное, когда Он еще воскрес. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok